Продажи – это когда ты говоришь людям правильные слова. У многих идёт возражение, что мы врачи, мы не продажники, мы не умеем продавать. Берите это с нас, пожалуйста, продавайте сами, как угодно. Онлайн-школа – это не то, что получилось или не получилось. Это просто системная работа. Так, друзья, привет. Привет. Привет, Павел. У нас в студии Павел, резидент акселератора, создал онлайн-школу плазмолифтинга. Да, правильно так называется? Да. На данный момент результат 400… сколько тысяч? 410 тысяч. 410 тысяч. Это за сколько месяцев? За почти два месяца. За два месяца. Да, два месяца. То есть, в принципе, вы в самом начале, в старте, и вот так вот чуть выстрелили. Теперь надо закрепляться и развиваться дальше. Да. И в этом видео мы поговорим про то, как делать ниши для специалистов, потому что у ребят ниши как раз-таки повышение квалификации для специалистов. Это особая такая категория онлайн-школ. И мы также их разберем и докрутим, делаем им такой план, как им развиваться, как им масштабироваться. Почему вы решили делать нишу плазмолифтинга и в онлайне, и как вообще пришла эта идея? Ну, потому что мы существуем достаточно давно на рынке и обучили за определенный период времени более 25 тысяч врачей. А вы это кто? Мы это компания «Медицинские технологии». Я являюсь коммерческим директором. Ты не являешься косметологом, самостоятельно? Я не являюсь косметологом, я являюсь коммерческим директором. В «Акселераторе» ты ведешь это направление? Мы с Евгением вдвоем ведем его. То есть мы стартовали вдвоем, разрабатывали все вдвоем, сейчас больше его веду я уже. То есть есть офлайновый медицинский центр? Есть офлайновый медицинский центр, который раскидан по всей территории Российской Федерации. Вы не предоставляете эту услугу, решили сделать онлайн. Да, такая идея. Да. Давай поговорим про вашу воронку. То есть как выглядит воронка продаж для вот этих вот услуг онлайн? И как выглядит сам продукт? Ну, за два месяца. То есть на первый вебинар мы привлекали бесплатный трафик по своим соцсетям и также частично пользуюсь услугами таргетологов. Первый вебинар был порядка 280-290 человек. Из них по платному трафику приблизительно пришло 180 человек. И с вебинара у нас сразу было напрямую. Прям вебинар заканчивался и прям сразу произошло несколько продаж. Офлайновый центр по предоставлению услуги решил перейти в онлайн и там же делают ростопы. Это очень важно, что я скажу сейчас. Почему? Потому что у нас, ну, как я говорил, дистрибьютор, да. И мы не отказываемся от офлайна полностью. Мы не можем, потому что врачам нужно приехать, иногда посмотреть и даже взять в руки шприц и сделать инъекцию модели, чтобы они попробовали. Но это единичный случай. Мы даем возможность дополнительно врачам обучиться в онлайне, не тратив на это время на дорогу. Сели дома, спокойно за компьютером посмотрели, нажали на паузу, законспенсировали, посмотрели детально видео, которая, практика, которая отснята в три или в четыре камеры. Слушай, а расскажи, что такое плазмолифтинг вообще? Ну, как бы, расскажи своими словами на каком-то простом языке, чтобы аудитории было понятно. Не профессиональным там для врачей, а просто своими словами. На простом языке это берется наша собственная кровь в специализированную пробирку компании плазмолифтинг и центрифугируется. В процессе центрифугирования отделяется плазма, обогащенная тромбоцитами. И, соответственно, эту плазму потом точечно вводят в больное место. То есть, если у человека болит суставы кисть, суставы колена, у него проблема в трихологии, в урологии и в других направлениях медицины, или также, допустим, в косметологии очень наглядный пример. Недавно был в Германии, в одном из наших центров, и косметолог рассказывал, что есть категория мужчин-пилоты, у которых очень часто цвет лица становится бледный. И с помощью этого метода им делают инъекции, и у них цвет лица становится такой свежий, подтянутый, неуставший. То есть, плазмолифтинг, он решает многие проблемы, он помогает жить полноценной жизнью. Получается, эта тема и это интервью будет особенно интересна тем, у кого есть какая-то офлайн-услуга или какой-то офлайн-центр, и вы бы хотели делать онлайн-услугу и онлайн-обучение тому, что вы даете в офлайне, и для первичного запуска вы даже можете использовать ту аудиторию, которая у вас уже есть сейчас. Потому что она по тем или иным причинам не обучается в офлайне, и вы можете прямо по этой базе стартовать и собрать какой-то первый капитал. Правильно? Да, совершенно верно. Мы сейчас отрабатываем, у нас на курсе люди, которые ранее у нас обучались в офлайне, они с радостью приходят в онлайн и получают заново дополнительное образование. А почему ты считаешь здесь, что онлайн лучше, чем офлайн? Потому что я не могу сказать, что он лучше, что он хуже, я могу сказать, что онлайн есть свои преимущества. Первое преимущество – то, что человек может в удобное время посмотреть. Второе преимущество – то, что можно задать вопросы, потому что люди, когда приходят на офлайн-мероприятия, они иногда стесняются задавать вопросы в открытую, при группе, на аудитории, и не получают ответы, и уходят довольные, с улыбкой на лице, но с оставшимися вопросами. А онлайн позволяет решить все эти вопросы. У нас на курсе есть врачи, которые задают на протяжении учебы по 100 вопросов, 150, и мы с радостью отвечаем на эти вопросы, и человек уходит от нас довольный, и он будет оказывать вам качественную процедуру. А как вы узнали про нас? Как вы вообще приняли решение эти в акселератор? У соучредителя компании есть брат, и брат посмотрел какой-то канал, и вдруг реклама и акселератор. Он знает прекрасно, чем занимается его брат, что думает, как масштабировать свой бизнес, и рассказывает, а вот есть обучение, почему ты обучаешься только оффлайне, вот есть ребята, удачно, они там такой свой успех, хороший кейс рассказали, так понравилось, и он поделился просто этим видео. Евгений посмотрел видео, и сразу попал, получается, автоматом уже воронка, то есть видео это зацепило, потом он оставил заявку, и до принятия решения прошел где-то месяц, чтобы оказаться у вас в резидентах. Сколько в итоге денег вложили в трафик, сколько заработали? За все время. Ну, за два месяца. В трафик точную цифру не буду называть, то есть заработали мы 410, в трафик мы вложили около 20%. То есть 80 тысяч вложили, 410 достали. Да. Что сейчас мешает масштабировать эту воронку? Не успеваем добавлять новые пакеты, то есть у нас сейчас пишутся курсы по новым направлениям, чтобы врачи могли обучаться. Еще интересный момент, мы вот с Пашей общались в перерыве до съемок, у вас один день длится продукт, да? Да. То есть вот тоже такой совет тем, кто онлайн-школой делает, конечно, продукт желательно делать какой-то более комплексный, более сложный. Потому что вебинары, и это такой инструмент Red Marketing, который позволяет продавать на высокие чеки, прежде всего. И когда делаешь продукт такой, как плазма-лифтинг, полезно туда поместить еще, к примеру, то есть вы за день обучаете услуги, да? И потом вы можете подключить еще, к примеру, нахождение клиентов. И можете подключить еще какой-то блок. И сделать уже это не однодневным, а, например, месячным или двухнедельным, где они, возможно, за день разовьют этот навык, потом, возможно, добавить ему еще какую-то тренировку или какие-то дополнительные элементы, чтобы добавить ценности в продукт, чтобы продукт стоил дороже. Потому что, тоже это будет для многих инсайтом, что чем дороже есть продукты, и обязательно должны быть дорогие пакеты, потому что чем выше средний чек, тем лучше будет работать воронка. В особенности вебинарная воронка. Ну и в самой особенности автовебинарная воронка. То есть, конечно же, чеки должны быть высокие. Поэтому то, что вы стартовали... Какой средний чек? Семьдесят половины, по-моему, ты говорил, да? Ну, около десяти. То есть у нас продукты разные, цены. Да, то есть, когда ты стартуешь курс для профессионалов из-за недорого, и у тебя получается, это значит, что как бы перспективы прикольные есть. По поводу высоких чеков, мы сейчас уже собираем новый продукт, выстраиваем ему архитектуру. Это будет наша франшиза, Plasma Lifting Practice, которую мы планируем. То есть мы уже запустили несколько центров, открыли, они проказали себя успешно. Это центр по плазмолифтингу в ортопедии. То есть у многих людей есть проблемы с суставами, и плазмолифтинг помогает их решить безболезненно, быстро и эффективно. И, в принципе, в этом и есть наша миссия, чтобы процедура стала доступна. Круто. На самом деле, я тоже хотел бы отметить, что среди тех продуктов, которые проще запускаются онлайн и проще масштабируются, как раз-таки продажа франшиз очень хорошо подходит. И такие комплексные продукты, и в франшизу может входить еще, например, годовое обучение, поддержка. То есть это много-много разных модулей, и сама, собственно, франшиза. И это может достаточно хорошо продаваться в онлайн. Наша методика, она же применяется по всему миру в целом, и мы сейчас курсы будем масштабировать на другие языки и продавать там уже за другие чеки. Если бренд у тебя известный, ну да, ты его больше всего продвигаешь на Россию и СНГ, но этот бренд вызывает не меньше интереса, потому что к нам приезжают люди на переговоры, хотят стать представителями в разных странах Европы, и для них важно еще образование. Понятно, что мы обучаем тренера, он преподает в офлайне, но также в другой стране проблема, ну то есть как бы онлайн, оно может быть развито лучше, чем у нас. И мы сейчас переводим, уже транслируем первый курс, который мы запустили по косметологии, на другой язык, на немецкий, на английский, и пойдут продажи оттуда. А какие возникают сейчас сложности в вебинарной воронке? Есть некоторые сложности, то есть у нас есть эксперты, слава богу, они у нас есть. У нас с нами не надо было договориться, потому что нам с ними не нужно было договориться, потому что они у нас есть в офлайне, но они хорошо дают контентную часть, они очень хорошо у кого-то получается продавать, но у многих идет возражение, что мы врачи, и мы не продажники, мы не умеем продавать, нам это не нравится, нам это не заходит, то есть это не наше. Уберите с нас, пожалуйста, продавайте сами как угодно. Нет, мне значит просто, что нравится вот в этом примере вашем, это то, что у вас получается, ну в том плане, что несмотря на то, что врачи не продают, то есть когда у тебя твои специалисты не хотят делать продающую часть, ну как вот по правилам, да, по формулям, там работать через кейсы и так далее, а делают, ну такую технарскую презентацию, конечно, с технарских презентаций особо не должно быть продаж, ну в принципе. Но то, что у вас это получается, это прикольно. Это значит, что даже и так возможно. Но во всяком случае, вам сейчас сделать больше акцента, возможно пригласить какого-то продавца, возможно вам самим выступить. Что мы заметили в онлайн-школах, это то, что вот, ну, специалист может дать контентную часть, но вот эту часть вдохновляющую, ее может давать или собственник, или руководитель продаж, или, например, коммерческий директор. То есть человек, который понимает, как продавать, потому что такое продажа. Продажа – это когда ты говоришь людям правильные слова. Ты можешь там рассказать про выгоды, рассказать про результаты, ну зажечь человека, вдохновить его, дать ему эмоцию, и такой импульс к действию. И это может коммерчески очень хорошо делать. У нас есть много кейсов, как я рассказывал ранее в перерыве, что есть врачи, которые приезжают на повторное обучение и хвастаются, что они приехали на автомобиль, эксперт не понимает, почему. Он рассказывает ему повторно, и в итоге получается, что он приехал на автомобиль, потому что он начал оказывать нашу процедуру плазмолифтинг, и с помощью нее заработал за короткий период времени на автомобиль. Но вы не можете про это расходить на вебинаре. И таких кейсов очень много, да, и получается, что у нас эксперты не готовы рассказывать про такие кейсы. Да, и, конечно же, это влияет на конверсию. То есть моя такая рекомендация вам – это добавить больше ценности, добавить блок все-таки про профессию, про поиск клиентов, проведение клиентской базы, расширить время обучения, поднять средний чек, добавить высокие пакеты, чтобы, ну, помимо пакета там за около 10, да, сделать еще там за 30, за 100 тысяч рублей. Это очень сильно влияет на воронку и на окупаемость, и на масштабирование. Потому что, ну, когда ты делаешь вебинарные воронки, ты обязан делать дорогие пакеты. Ты не можешь без этого, иначе у тебя не будет нормальных показателей, нормальных цифр. Задача центральная воронки – это чтобы был вот этот вот, ну, роми хороший. У вас сейчас он нормальный, у вас сейчас он хороший, даже крутой. Но когда вы будете масштабироваться, будет дороже трафик, будет хуже окупаемость, но, как бы, эти цифры будут падать, и вы не сможете двигаться. Соответственно, больше персонала будет обслуживать. А если чек будет повышаться, то, как бы, ну, здесь будет расти, а здесь вот так, то есть. И, по сути, это один из таких инсайтов, хаков к тому, как масштабировать. То есть обязательно надо повышать цены. Должен быть дорогой продукт, где много ценностей. Естественно, ценностей должно быть тоже много. Когда я вышел в автоворонг, то есть у нас есть проблемы с экспертами, они занятые люди, и, соответственно, они уезжают то в кондизировку, то еще куда-то. И после первого вебинара было принято решение выйти в автовебинар. И в нашей нише получился, что автовебинар вторник-четверг, он не сработал так, как нужно, и получается, что слишком много бюджета палилось. То есть по факту цифру расхода на бюджет можно было сэкономить. Ну, может быть, да. Я просто к тому, что, как бы, есть, ну, определенный сейчас план докруток, да, которого надо сделать. То есть это нормально. С точки зрения структуры, это тоже может инсайтом для зрителей, с точки зрения структуры создания онлайн-школы, первая задача сделать прострел, да. Причем вы сделали прострел с хорошими цифрами. И вторая задача дальше, это сделать список себе на улучшение, да, там, улучшить конверсию ЛНДА, улучшить доходимость воронки, да, мастер-класса, улучшить сам мастер-класс, улучшить продажу после мастер-класса, отдела продаж, усилить оффер. Ну, как бы, это просто работа. То есть ты ее сделал, и ты там не что-то. Это просто определенная работа, которую надо сделать. Это очень смешно. Сейчас вспоминаю, помню первый лейдинг, самый мы делали сами. То есть мы пока никакого эксперта не привлекали, сели и начали делать доступ к лп-платформе, купили, так как опыт есть большой, сделали красивый, все хорошо. Но проходит короткое время, понимаешь, что-то не нравится. Сейчас прошло уже два месяца, есть понимание, что нужно докручивать лейдинг, нужно докручивать оффер, и этот процесс, который нужно всегда обращать на него внимание, и всегда крутить, 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 крутить. Конечно, конечно. То есть к этому внутренне очень быстро. Мысль очень важная, что онлайн-школа – это не то, что типа там получилось или не получилось, это просто системная работа над каждым элементом воронки, каждым элементом конверсии. Мы проговорили с тобой по поводу обучения профессии в долгосрочной. Какие у вас есть идеи на эту тему? Идеи на эту тему к нам сейчас подходят институты. Некоторые просят, чтобы мы с ними совместно сделали продукт по, соответственно, доп. образованию. То есть я не являюсь врачом и не являюсь экспертом в данной сфере. Знаю, что у косметологов раз в какой-то раз пять лет они должны заново проходить обучение или есть даже курсы, которые с нуля, и нам такие... Сейчас такой институт подходит и предлагает сотрудничество. Мы всерьез рассматриваем данное сотрудничество и в планах есть реализация данного проекта. Ну, то есть вы будете прям выдавать лицензии и сертификаты, да? Планируем, да. Что для этого нужно? Для этого нужен этот институт, чтобы мы не лицензировались и договор с институтом, то есть юридически, чтобы было все проработано. И государство согласно для онлайн-программ выдавать лицензии? Можно сейчас давать 70% в онлайне и 30% в оффлайне. Государство такое пропускает и можно получить сертификаты государственного образца. Это тоже, на самом деле, очень интересно. Получается, берешь какую-то конкретную профессию, которая преподается в оффлайне, на которую дается лицензия, и ее переводишь в онлайн. Делаешь ее долгосрочное, делаешь сообщество с небольшим элементом оффлайна, которое могут подойти очень многим, скажем, раз в год на какой-то срок, можно прилететь куда надо и сделать все оффлайновую часть. А больше часа года обучаться в онлайне это будет достаточно удобно. Причем эта оффлайновая часть, она может быть как просто встреча коллег, общение, какая-то конференция, все самое ценное, само образование можно давать в онлайне. Это вот, к слову, о тем, кто думает, что какая-то профессия, ее невозможно дать в оффлайне. У нас бывают такие люди, ребята делают обучение сварщиков, например, в онлайне. Какие-то элементы, ну как ты в онлайне обучишь? И они тоже комбинируют, делают часть оффлайна и большую часть онлайна. То есть те элементы, которые в онлайне, ты не понимаешь, как показать, их можно делать в оффлайне, помещать в годовую программу, делать так, что люди эту часть осваивают, находить или региональных каких-то специалистов, которые будут в этой части консультировать или принимать экзамен, например. Ну как-то вот в общем комбинировать. Потому что мы на самом деле считаем, что будущее, оно не за чистым онлайном, а за как раз блендер подходом, таким совмещенным. И онлайн, и оффлайн. При том, что это очень востребовано, и косметологи могли бы быть как... И косметологи – это люди, которые работают на кого-то, также те, у которых есть домашняя практика. Причем зачастую с домашней практикой, если их обучить, как привлекать клиентов, как ввести клиентскую базу, у них денег может быть даже больше, чем у тех, кто работает на работе. Ну это ценность курса. Опять же, в нашем курсе оно присутствует. У нас есть медицинский коуч, который учит любого сотрудника, врача, косметолога, продавать процедуру, не боясь говорить, что данная процедура стоит 100 тысяч. Ну не считать деньги клиента. Как реагируют специалисты на то, что им предоставляется услуга в онлайне? То есть у многих есть такое возражение, сомнение, что вот, если есть в оффлайне, то зачем люди пойдут в онлайн, там и так далее. Специалисты реагируют очень активно и позитивно. Они... Всем нравятся. Нравятся, да. То есть наша платформа, чуть-чуть про нашу платформу расскажу, как настроить курс внутри. То есть это уроки со стопом, пока человек не оценит урок и не поставит к нему комментарий. И когда человек оценивает урок и ставит комментарий, задает вопрос, мы всегда видим эти ответы, мы реагируем. Если у нас балл падает ниже 8, мы уже пристально начинаем наблюдать сразу за этим модулем, принимать меры, созваниваться с врачом, кто у нас обучается, спрашивать, что именно не устроило. Но в целом они воспринимают очень позитивно. Им нравится, что они могут в процессе обучения задавать вопросы и получать на них раскрытые ответы. Для врача это самое ценное, потому что он потом это в практике на своем пациенте будет применять. Ну, вам желаю, что? Начать делать ниши профессии и выйти на 20-40 миллионов в месяц. Это минимум. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо.